Hey guys! Сегодня мы с вами разберем секреты изучения английского от звезд Но мы с вами далеко ходить не будем Не будем мы сегодня рассматривать английский латиноамериканцев, итальянцев или каких-нибудь там австрийцев А разберем всем нам знакомых звезд и их путь к успеху изучения английского Вы на канале онлайн-школы английского языка EnglishDom Меня зовут Мэй И мы начинаем! Итак, большинство историй успеха голливудских звезд эмигрантов достаточно похожи друг на друга Если, скажем, речь идет про испаноговорящих актеров то вот здесь выучить английский им не составляет особого труда Потому что, если быть честными эти два языка достаточно похожи друг на друга Это вам не русский с английским сравнивать, м-м Бывают еще ситуации, когда некоторые мигранты переезжают в англоязычную страну в довольно раннем возрасте и поэтому практикуют этот язык с самых пеленок Но в Европе вообще не проблема выучить английский потому что это там второй язык Просто от него никуда не денешься Но зачем нам истории тех актеров которые не познали всю боль перехода от русского на английский, так ведь? Нам нужно прям мясо Прям вот самые-самые сложные-сложные тернистые истории Ну и давайте согласимся что всем нам нужно хоть раз в жизни услышать какую-то мотивирующую историю Чей-то пример успеха о том, как он выучил язык несмотря на все сложности и проблемы которые у него возникали Такие истории точно помогут вам приступить к изучению с новыми силами Ну и кто справится с этой задачей лучше чем известные личности Хотя, да, согласна не всегда эта история внушает доверие Но мы с вами сегодня затронем тех для кого английский был настоящим испытанием и прошли они его уверенно Ну а прежде чем мы приступим подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик чтобы всегда вовремя получать полезные видео про английский Ну а теперь поехали! И первый, о ком сегодня пойдет речь это... фанфары-фанфары Данила Козловский известный актер театра и кино За всю свою карьеру Данила снялся во многих фильмах с очень разными ролями и я уверена, что каждый из вас хоть раз смотрел фильм с ним Ну или хотя бы обзор бед комедиан Ну отлично, я не буду смотреть фильм дождусь лучше обзора беда комедиан по ржу Все для тебя, Даня При всем при этом Козловский не только активно участвует в съемках российских кинопроектов он также мало-помалу потихоньку продвигается в Голливуд и уже покоряет его Ну еще бы, это ведь... Камон, ребят, Козловский Актер был привлечен уже ко многим американским кинопроектам И, кстати, не американским тоже Недавно, например, он сыграл Вещего Олега в историческом сериале от History Channel Викинги Но как бы лестно не отзывались об игре Данили Козловского в западном кино нельзя сказать, что ему это далось легко и просто Напротив, это был довольно-таки долгий и тернистый путь Расскажу вам историю его успеха Усаживайтесь поудобнее Сейчас будет story time Так вот Актер начал учить язык, когда переехал в Нью-Йорк И там он посещал языковую школу Хотя, по его словам, это не увенчалось успехом Несмотря на это, английский он все-таки понимал Даже понимал итальянский английский Я помню, это был такой уже последний капли, когда я понял, что оттуда надо уходить из этой школы Когда ко мне подошел итальянец и сказал А вы-то знаете, как переводится это слово? Узнал Ну а знаете, вот этот вот отрывок это не показатель поэтому рекомендую вам посмотреть следующий эпизод где можно услышать английский Данила Козловского во всей красе И вот этот голос, ребята, который вы только что услышали это и есть самый настоящий голос Данила Козловского что очень впечатляюще потому что его произношение совсем не похоже на тех русских из кино которые обычно говорят с таким жестким, грубым и видимым акцентом Я бы даже сказала, что скандинавы в этом сериале больше напоминают русских, чем сам Данила Козловский И я вот сейчас прямо-таки чувствую что вы, наверное, все подумали Ну да, конечно, все могут выучить английский если изучать его в какой-нибудь языковой школе в Нью-Йорке Но я поспешу вас успокоить На самом деле дело обстоит вообще не так как вы себе представляете Как я уже говорила, на языковых курсах у Данилы не случилось особого прогресса и поэтому он решил полностью погрузиться в языковую среду так сказать, в полевых условиях выучить английский И знаете, что он делал? Он по вечерам выходил во всякие бары и заведения где ему приходилось бы общаться с носителем языка и при этом использовать все, что он знает об английском языке Проще говоря, общаться так, как умеет Сам Козловский рассказывает что такая практика действительно помогла ему развить навыки английского языка и особенно прокачать свой разговорный английский Так что, как видите, все, что вам нужно сделать это погрузить себя в языковую среду и просто окружить себя английским отовсюду Причем сделать это настолько, чтобы у вас просто не было другого выбора и вам приходилось бы понимать и прислушиваться и говорить на английском без каких-либо других альтернатив Я повторюсь, я как-то уже говорила об этом Это как ребенка закинуть в бассейн и заставить его барахтаться и пока он не выпадет Что очень опасная практика, которую я не рекомендую никому практиковать, но думаю с английским языком это намного безопаснее Да, у нас канал 6+, да, я помню об этом Фильмы, сериалы, шоу и новости можно тоже смотреть на английском Ну конечно, иногда придется подглядывать субтитры чтобы хоть что-то понять Но при этом давайте сделаем так, чтобы субтитры были тоже на английском чтобы прям вообще другого выбора не оставалось кроме как понимать, что там написано Именно так вы сможете анализировать услышанные вами слова и сопоставлять их с теми знаниями, которые вы уже имеете Помимо этого у вас будет прекрасная возможность разбирать слово в контексте чтобы лучше его понять Ну и потом через какое-то время вы вообще поймете что понимать английский не так уж и сложно При этом сам актер признается что одним таким общением дело не закончилось Ему все-таки пришлось заниматься с преподавателем для того, чтобы лучше понять язык и хотя бы понять грамматику Вот видите, я вам об этом все время твержу А вы не слушайте Сам Данила Козловский признает что без преподавателя тут не обойтись Правда, для этого Даниле пришлось вернуться обратно в Россию и уже там заниматься с преподавателем И знаете, что я думаю? Я думаю, что если бы он знал что может учиться английскому с преподавателем по скайпу то он бы давно этим воспользовался и не стал бы лишний раз летать туда-обратно А вот у тебя, мой дорогой зритель такая возможность есть всегда Все, что тебе нужно для этого сделать это перейти по ссылочке в описании либо нажать вот сюда вот и зарегистрироваться на свой первый пробный урок Тем более, что это все бесплатно EnglishDom, кстати, со своей стороны тоже хочет тебя немножко так смотивировать и поэтому дарит тебе дополнительные уроки при покупке любого пакета обучения Поэтому скорее переходи по ссылке и регистрируйся Ну а мы с вами едем дальше Иван Дорн Я думаю, уже ни для кого не секрет что Дорн прекрасно владеет английским Это можно понять хотя бы по его альбомам которые он начал записывать в США где создал тексты песен полностью на английском Кроме того, у Дорна достаточно беглая речь в английском Он использует такие популярные, сложные, современные слова а главное, не боится их применять Иногда, конечно, он запинается иногда его выдает акцент но куда без этого, правильно? Мы все с вами люди Несмотря на то, что английский он учил еще с детства и потихоньку шаг за шагом узнавал все больше и больше об этом языке треки на английском от артиста пошли далеко не сразу Так вот, еще в школе, хоть он и долго изучал английский он не так часто его использовал что, соответственно, создавало проблему при общении с носителями английского Но он все равно это делал он все равно говорил на английском так, как он это может делать И отсюда мы с вами можем выудить целых два урока по изучению английского Во-первых, не стесняйтесь своего английского Да, представляете, вы можете делать ошибки вы можете путать времена вы можете даже неправильно произносить слова но это далеко не причина, чтобы закрывать свой английский подзамок и отправлять его в далекий сундук и никогда больше к нему не прикасаться Как раз таки наоборот Чем больше вы говорите, причем не важно как тем больше у вас шансов выработать беглую и быструю речь А вот остальные ошибки вы можете поправить уже со временем Главное ведь, что люди вас понимают В конце концов, главная функция языка это понимать других людей, правильно? А вот по поводу акцента я даже слышать ничего не хочу Вон, Невский же общается и все хорошо и все его даже понимают А второй урок это систематичность с которой Дорн учил английский Мы вам уже не раз повторяли, что систематичность это чуть ли не самый важный фактор в изучении языка Потому что раз, это показывает, что вы серьезно настроены и что вы умеете распределять свое время правильно для того, чтобы добиться своей цели И два, это действительно помогает вам продвигать свой английский каждую неделю на новый уровень А можно ли систематично общаться с людьми на английском? Спросите вы меня Если вокруг меня нет ни одного человека который хоть раз говорил бы на английском А я вам отвечу Конечно можно Особенно если речь идет о разговорных клубах от EnglishDom Вы на них заранее записываетесь Местечко себе там забиваете А потом просто посещаете Ну, вернее, посещаете с помощью ноутбука и веб-камеры Там вместе с преподавателями и другими участниками вы будете обсуждать главную тему клуба И при этом использовать специальную лексику которая вам там же будет выдано Ну и конечно же, главная функция этого клуба Говорить Куда же мы без этого в разговорном-то клубе Все ссылки вы найдете в описании к этому видео Ну или же кликайте вот сюда А мы с вами продвигаемся дальше Давайте разберем следующую звезду И последнюю известную личность которую мы хотели бы сегодня с вами затронуть это Юрий Колокольников Давайте я просто скажу что это российский актер который сыграл в Игре престолов И мы больше не будем с вами говорить про всякую лабуду про Голливуд Все и так понятно уже, да? Да, он действительно играл в этом известнейшем сериале и при этом он играл одного из одичалых вследствие чего ему пришлось работать над своим акцентом помимо того, что он работал над языком Хотя до этого он уже немножко оттачивал свой американский акцент Сам Юрий говорит на английском достаточно хорошо и во многом ему помогли кастинги которые он посещал и соответственно улучшал свой английский там По словам актера одним из лучших способов улучшения английского это научиться воспринимать речь на слух Как говорит сам актер все дело в мелодичности речи и поэтому он сам посмотрел довольно много фильмов сериалов, ток-шоу и слушал подкасты И это действительно важный момент Потому что, да, всем известно что нужно знать слова нужно уметь говорить но при всем при этом еще важно слушать и при этом понимать, что тебе говорят потому что это действительно улучшает восприятие всего языка как целое А поэтому мы уже в который раз советуем вам чаще слушать английскую речь Конечно, да, можно смотреть фильмы и сериалы но зачастую речь там наигранная И, кстати, если вам именно такой формат тяжеловато дается то можно найти простые разговорники где люди тоже обсуждают определенные темы И, конечно же, подкасты Их очень много И найти их можно действительно на любой вкус на любую интересующую вас тему будь то бизнес, психология, здоровье, мотивация Короче, все что угодно Причем помимо того, что вы будете улучшать восприятие речи на слух вы еще можете узнать много чего нового Потому что подкасты довольно-таки обучающие и поучительные материалы Как видите, даже у известных людей были свои проблемы в изучении языка Им, как и всем, нам было довольно сложно Но давайте выявим две общие вещи которые их объединяют Первое это желание Настоящее желание которое направляло их в изучение языка Они действительно четко знали чего хотят добиться И поэтому не переставали его изучать И это действительно очень важно Понимать, зачем вам это вообще нужно Ну и второе это практика с преподавателем Все эти люди, которых мы с вами сегодня затронули четко понимали что практика с учителем который знает английский и который может направить вас в правильное русло подсказать что-то по грамматике обсудить с вами какие-то темы на английском Эта практика просто незаменима и поможет вам намного быстрее усвоить английский чем если бы вы это делали сами Хорошо, что в наше время вам не нужно никуда срываться ехать и искать подходящие для вас уроки Все, что вам нужно сделать это перейти по ссылке в описании и записаться на свое первое занятие с преподавателем онлайн Тем более, что первый урок всегда бесплатный А при покупке любого пакета обучения вам еще и дополнительные занятия подарят Ну это я так, к слову, припоминаю Так что скорее кликайте на кнопку которую вы сейчас видите на экране и регистрируйтесь И на этом на сегодня все Подписывайтесь на канал и ставьте лайки А я с вами прощаюсь до следующего видео Bye!